Ну, я уже это сказал по тому, что люди, которые получили тяжкие преступления и так далее, связанные с хищением в крупных размерах, тяжкие и серьезные преступления и так далее, что 10 и 10 там было, было понятно, 20 лет. Это достаточно большой срок, который может для общества дать сигнал, сумел или не сумел исправиться данный человек. И в этом я с этим полностью согласен. Что касается Навального, то Навальный совершил преступление, и совершив это преступление, когда к ним начали серьезно разбираться, он в своей политической деятельности просто проводил обычное прикрытие свое и так далее, говоря о правильных вещах, которые будут восприняты людьми абсолютно адекватно. И чтобы не будражить общество и так далее, с точки зрения этого, сделаны изменения. Если спрашивать меня, мое личное мнение, я против этого, потому что не должно быть подгонка действующих законодательств под какие-то условия. мне импонирует в этом плане деятельность председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрикина. Он всех людей, независимо от должности, звания и положения, ставит в одинаковые условия. Закон уравняет всех, и все должны отвечать перед законом. Мне вот устраивает такой подход. И я все арчевски в этом плане поддерживаю Бастрикина вот с этой точки зрения. Но я не юрист, я там детали дела не знаю, поэтому мне сложно судить и так далее. Прав я или не прав. Я даже не хочу вникать в это дело, честное слово и так далее. Но я свою точку зрения абсолютно искренне вам сказал.